Яновский. Некит это Олег. Олег это Некит. Они впервые видят друг друга. Яновский подогнал нам живца в каком понтовом Кане. Нифига себе. Он не течет, кстати, вот отсюда. Смотри-ка, отлично. Ну, слушай, Кан мне нравится. А что ты говоришь, не течет? Вон тут дырки с глазами в нем. Яновского надо снабдить. Снабдить амуницией. Вот тебе курточка. Вот штаны тебе, смотри, афганские. Кстати, надо проверить дома, лезут они на тебя или нет. Вот если Сережа перчатки тебе дал на один раз попользоваться. На твой взгляд полезут тебе вообще нет? Ну, они на меня почти лезут, но жмут. На тебя должны, короче. Вот тут я вышел разведывать дорогу. Вот прям, да. Ага. Чуть. Трос обвязали. В два раза сложили. Нормально? Да-да. Свет, скажи, что поможет. Свет выключали, Олег? Да. Все, давай некид. А что в фарме не моргает? О-о-о. Уже не зря взяли трос. Вытащили этим тросом в очередную машину. И едем дальше. Вот такая зимняя сказка нас продолжает встречать. Ну, сколько разговоров-то было. Ой, блин. Лучше перебздеть, чем недобздеть. В общем, едем по заливным лугам здесь, нелюдимым. И там фонарь. Фонарь. И, видимо, это человек с фонарем. Что он здесь делает, вообще загадка. Стань. Стоять правее. Вот. Блин, что же он там может делать? Ну, может, прогулась. Ну, а сейчас мы правильно едем. Смотрите, походу, мы спасение просто человека. А что-то поздно вы поехали-то. Я здесь торчу полтора часа, блядь, он уже уважен, блядь. В город сейчас собирается уезжать. Блин. Ну. А назад-то как мне попасть? Тут единственный переезд. Смотри, я нашел дорогу. Вон, пойдем. А я вот тут вот вкрячился неделю назад. Вот здесь под лед ушел. Вот там вот прям вот я прошел. Охуенная дорога, накатанная. Сюда прям 50 метров. Ну, что-то я вот, я бы здесь проехал. Больше я никаким дорогам не доверяю. А здесь что? Вань, ты здесь сюда? Да-да, вот прям вот здесь провалился. А вот как туда проехали? В какой дороге? Вот здесь. Там же где ты. Ты правильно поехал. А мы проверим. А мы проверим. Ушел снеки там просто. Вот ломые. Что это? RAV4 или что такое? Окна откройте только. Я просто проконтролирую. Че, ебкая? Ты че там наделал? Че там, говорю, наделал? Ебать, блядь. Садал. Вань, понижай, ты включи раздатку, вытручь. Попробуй разгон больше. Ну, видишь, слегка пантер может сорвать. Хороший, брат. Все, все, хорош, хорош. все о нормально здрасте да да на этот раз нормально молодец а тут как рыбалку у его когда вообще короче свои вот воскресенье клевала нормально понедельник клевала во вторник до обеда поливала из детской и стал шука нет нет вот так у меня и но у меня снимаешь на будем все выставлять честь мухомором фирменный здесь домашнее сало короче который я засолил заранее зимний рыбалки ночью приехали на мое любимое озеро я будем с ночи выставлять жерлицы смотрите никого нету но утром приедут были утром приедут яновский нам подогнал живца привет яновскому давай за успешную рыбалку за жерлицы за то чтобы яновский завтра дожил до конца рыбалки не проспал он вроде не должен проспать с мухомором бодрящий чай там мухомор иван-чай как будто лимоном а мята 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 вот наша лунка с которой в прошлый раз попалась три щуки естественно мы ее не оставить без внимания про пробуримся здесь и поставим жерлицу запуриваемся на улице уже холодно поэтому надо будет снежком присыпать снег благо снежок благо выпад и снежком хорошенечко присыпаем обязательно чтобы с утра не пришлось жерлицы выдалбливать изо льда вот здесь как видите у нас тоже попалась щучка значит и здесь забудем сколько не снимай видео все время спрашивают тройники или двойники как цепляешь живца мужики и тройники и двойники и поводки из флюрокарбона и поводки из этого блин металлические и сорожка и карась но сейчас у нас карась а вот по утру мы наловим и сорожки и даже подлещик поставим вот здесь попался тройник на этой удочки значит цепляем тройником за спинку будет двойник то значит под жабры изо рта вот здесь смотрите карась к под жабры и через рот ему крючок выпустил на самом деле люди еще боятся на лед выходить где-то лед один сантиметр говорят ну не знают еще куда ездить туда с некоторыми общался но мы-то с вами знаем в общем жерлицы я расставил свои яновскому жерлиц тоже расставил сейчас пятачок пробурил такой забурил лунок на нашем традиционном месте такая пшенка сварена у меня ухо ароматная с добавлением прикормочки и сейчас мы закормим здесь пшеночкой во все эти луночки вот ночное озеро и смотрите некий там ходит с фонариком какая красота вот уже привык ну к ночи как-то и то ли вот из-за снега все видно вообще светло ночью можно сказать то ли погода такая то ли если два часа походить в ночи то все видно становится но что чайку попил вроде силами зарядился ждем поклевок теперь господа вот такая обстановка на озере господь всемогущий кто мне может звонить да здрасте чё говорите да не мы только приехали сейчас чё это вся будем смотреть жерлицы да еще вот только выходим на лед ну со сами приходите ну понял так у них это тут уже загар какой-то некит чё там у тебя это первый загар и и на том тоже ничего съели что да ладно а размотка полная ну-ка покажи срезала срез да вот зубы какие у щуки смотри-ка и носки как те такое с 2 загар и срез это значит огромная щука с острыми зубами короче смотрите я вижу загар уже на своей вроде на своей жерлица чай есть ладно я посмотрим погоди сейчас я подойду погоди но размотки нет сейчас посмотрим что там у некита загар сожрали да смотри-ка все пожрали бы так вот у нас жерлечка сейчас посмотрим сторону и вот порез смотри пишь как долбануло следы зубов карась жив да да в общем господа первый загар мой проверили и живец там порезан щучьими зубами то есть но бросила и размотала метров пять у некита уже там блин три загара как минимум было посмотрим что тут с размоткой что здесь полная полная размотка господа полная размотка ну могла и бросить у меня есть спит еще с трудом не сопротивляется но тяжелая лучше свет какая тяжелая она даже не сопротивляется но тяжеленная все началось свет увидел да это сейчас будет борьба борьба надолго ебать ее даже извиняюсь за выражение господа ее даже не поднимешь ебать там что происходит ты что-нибудь видел жевца видел я тоже жевца видел я вообще не понял блин где там рыба его как а всю леску смотала сразу тут еще леска блин тонкая как у тебя света даже боится но все да и нахеребляща чуть пальцы блин не срезала я ладно скинул себя у меня на пальцы накрутилась это на двойник через господь всемогущий она не полезет некит некит ты видел ее да да ну ты видел где лежат мои вещи погор бойнись и погор не это вроде не такая большая ну как будто да ну блин решено их вообще ебать я ее не могу это хотя как ну вот и как все она морда не лезет она уже устала развернулась богор надо ее не вытащить показывать ребята короче не забыть блядь блядь как пошла незабываемые конечно ощущение офигеть легла на дно ну быстрее некит а короче я сейчас ее поднимаю а ты цепляй за морду за морду а ты снимай за жаброй можешь за что сможешь ладно ну за жаброй за жаброй не достанешь там только морда будет видеть навеску только не зацепите а то она порвет эту виску если прийти на свет боится просто боится да ну надо подписчикам показать сначала вообще спящая а вот олег я говорил больших карасей нам брать ну цепляй ух какая хорошая ну что ух блин ну тут пятак есть пятак ребята есть 5 килограмм железно сейчас ее надо блин прятать пока никто не увидел ну ладно пока никого нет вот такие щуки здесь ловятся господа вот это эмоции сколько мы ее тащили о в общем конечно эмоции ого как тебе олег эмоции пока хорошо о загар кстати вот у нас загар может это у неких то загар сейчас посмотрим чья жерлица вот жерлица моя с бубенчиком и полная размотка ребят в общем у меня что вторая это сработка да и это вторая сработка и вот щука там что то сработало в холостую и пока а слушай давай проверим тоже что там у некита блин везде пожирало живцов какая-то хитрая щука походу она стройников сжирает а вот на двойник мне попалась сейчас уже время прошло после загара может быть сегодня и выход ну вроде размотки нет проверим на всякий случай есть есть ребят прям при нас с вами был выстрел опять заплатила у нас сейчас вот который вот мы проходили и прям рядом с нами выстрелила жерлица ну я не стал я вроде смотрю не мотая ничего ну ладно пока ту достанем и короче сейчас опять достали еще одну щучку да ну там маленькую такой вот щуреночек так вот у нас тут полная размотка ребят сейчас посмотрим что здесь есть еще больше блин вообще не поднимается еще и увела далеко она еще не поняла что происходит Главное, подписчикам показать. Нахерайте. О! Скажут, что за криворукий, блин, рыбак. Давай, я подцеплю. О! Так. Ну, ребята, как вам вот эта? Ну, она, конечно, поменьше, чуть-чуть. Некоторым образом. Вот такая вот щучка нам ещё попалась. Смотрите, какая красота. Оп! Вот это красота. Вот это уже третья. Третья за утро щука. Смотрите, ну, сколько тут? Ну, двушечка. Двушечка должна быть. Ну, полуторка где-то оставлю. Полтора. Здесь стоят жерлички Яновского. Ну, вот на них за утро загара нету на его пяти жерлицах. Такая у нас вот такая прикормочная смесь. Вот такой мотыль, смотрите, кормовой. Мы его безжалостно весь сюда тоже замешиваем, чтобы подлещик крупный подошёл, как некий-то хотел. Всё смешиваем с мотылём. Возьми-возьми, конечно. И закармливаем. Олег не знал, как опосыхать. Некит его дал совет. Вот, первую рыбу поймал Яновский на мормышку. У меня есть. Ты что, поставил эти два термоса? Не один, где-то. Смотрите, Яновский он там. До столки дипы. Я даже таких слов не знаю. Сейчас будет брызгать. Посмотрим. Я считаю, это не работает. Если чеснок, то надо чеснок раздавить и кинуть в прикормку или к червякам. Так, загар, ребята. Это загар. Причём, на этой жерлице уже попадалась маленькая щучка. Услышали бубенчик. Только что начала хватать. Это значит, она заглотила. Сейчас она остановилась и, короче, уже можно подсекать, по сути. Блин, промахнулся, похоже. Как повела в сторону хорошо. Блин, прям в сторону хорошенько повела. Рано. Рано дёрнула, блин. Куда бы я идти, где, я не вижу. Всё, я понял, я пошёл. Ну, в общем-то, господа, время, наверное, часов десять, одиннадцать. Сейчас должна быть середина щучьего клёва. А по рассвету у меня вот только второй загар. Один выстрел, я прям одну поклёвку откровенно про... Ну как, надо было подождать. То есть, прям при мне всё рядом выстрелило. Я отреагировал. Подождал, когда начнёт мотать. О, мотает, мотает, ребята. Ребята, смотрите. Смотрите, как мотает хорошо. Ну надо, надо подсекать. Надо подсекать, пока мотает. И вот понимаете, какое дело? О, да блин, почти полная размотка. Ну нет, лучше теперь подождать. Ну видишь, почти всё размотало. Слушай, а может и... Ну нет, вроде не всё. Не всё ещё есть. Сейчас должна заглатывать стоять. Ну блин, прошлую... Прошлую... Подсёк рано. Лучше пусть заглотит. Пока сейчас расчистим. Ну значит, какой-то выход некоторый обозначился. Смотри, теперь не мотает, как будто бросило. Ну нет, лучше подождать. Остановилась там. Вот, когда снова пойдёт, тогда можно по идее подсекать. Ну сколько блин её ждать? Сейчас, наверное, заглатывает. То есть как щука хватает. Увидела карася. О, всё, теперь можно. О, блин. Лучше сходить за багажом. Хорошая? Да хрен за... Ну блин, ты идёшь... Да, хорошая. 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 Чё дальше? Да. Ты можешь не спешить, я буду медленно. Ходи! Блин, ребята, ещё лучше. Ещё лучше, короче. Ещё лучше, короче. Слушай, я эту даже поднять не могу. Да ладно. Да. Ничего себе, блин. Может, она, конечно, сильнее. Может, она невялая просто. Ох. Не, она даже, когда я поднимаю, она даже не сопротивляется. Она чуть вот, я поднимаю, и она такая раз, не спеша. И это, вообще вот, вот. Ну блин, может, мне кажется, конечно. Может, это эмоция, может, там, на два килограммочка. Вот сейчас подойди, увидишь её, наверное. Сейчас я подведу. Чё-нибудь видишь? Да. Ну, наверное, не вот. Мне кажется, ты её так вытащишь. Да леска, смотри, тонкая. Изгорыжевый кабел. Да, да, да. Зауз, кстати, завела опять, повезло. Фух, блин. Вот, смотрите, ребят, какая щучка у нас опять поборолась. Олег, а если тебя не затруднит, можешь мешок принести, чтобы не езди щука? Давай. Сразу скажи. Ай. Сразу скажи. После того, как она отошла на какое-то расстояние, которое только ей известно, насколько ей надо отходить. Она останавливается и начинает его перехватывать, чтобы башкой, башкой в желудок. Если вы в этот момент подсечёте, когда она остановилась, как я сделал там, вы просто вырвите у него. Потому что в этот момент она его хуже всего держит, она перехватывает. Потом она его проглатывает и идёт дальше. Если она начала двигаться после паузы, значит она заглотила и можно смело её, короче, вытаскивать. Ещё раз посмотрите, какая щучка. Еки-то у Еки-то сработка. Сейчас посмотрим. Чё, наверное, подсекать надо? Смысла нет, да, жена? Смысла, наверное, нет, жена больше. Ну, если не разматывает, то нет. У парня там сорока вот такая. Смысла, наверное, нет больше ждать, да? Нет. Ну, смотри сам. Я думаю, лучше ждать пока. Потому что я когда шёл, мотал её. Вот она взяла, отошла, ща заглатываю. Сейчас можно выдернуть, ай? А я там все его лунки забыл. Сейчас можно, думаешь? Нет, можно выдернуть изо рта у него. Ну, моё мнение, не знаю. Я тебе, конечно, стопроцентную не даю. Хрен знает. О чём всё подошло? Он тебя знает, что ли? Не знаю. Хоть. Ну, мне кажется, можно доставать. Мне кажется, не надо ничего доставать. Так она хоть бы немножко раскручивала. Ну, когда шёл, крутил. Не, она сначала... Ого. 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 Есть? Да. Чё, большая? Как бы ощущение? Давай, давай. Ого. 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 Не надо. Всё. Ого. 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 Как она... Ну, вот она его как раз... Рукой красится. Ну, более... Да, видишь, она его как раз направила мордой в это. То есть, правильно нашли, что она? Да, да. Вот я. Я ж говорю, как она делает. Что? Сегодня народ на водоёме есть. Мы прошлись, поговорили с людьми. Ну, кто-то что-то... Вот мужик, которого мы вчера выдёргивали, которого мы ночью выдёргивали, наловил трёх таких средненьких щучек. Там две помельче, одна побольше. И... А у других мужиков какой-то крокодил оторвал, которого они даже с места не могли сдвинуть. Ну, на самом деле, у нас самый нормальный улов. Но мы об этом никому не рассказываем. Ну, три-две назад, потому что я послышал, у нас полокольчик, но я его не увидел, а увидел как раз. Так, мне говорят, что у меня загар. Я опять нихера не вижу. Надо очки покупать. Вот Яновский показывает. Это на которой лунки уже ловилось, да? Да. Это эпицентр щучьего хода. Здесь он уже везде ловили щуки и снова поклёвочка. Первым делом смотрим, что по размотке. Размотка, ребят, полная. Ай. Ай. Полная. А. А, не, кстати, не полная. Не. Но хорошая размотка. Ошибся. Размотка не полная, но уже прилично размотала. Перехлестнулась и поэтому бросила. Короче, она мотала, видать, и перехлестнула леску. Снова у нас обеденный перерыв, потому что рыбка не ловится. Когда у рыбки обеденный перерыв, то нам не до обеда. Конечно, прознали про наше место некоторые ушлые рыбаки. И даже сумели добраться до сюда. Но все равно они не знают всех секретов ловли трофейные щуки. Поэтому они расположились вдали от нас. Как тебе первая поездка на зимний рыбалку? Неплохо. Чего поймать что-нибудь? Ну, ты принял непосредственное участие в поимке неплохих экземпляров. Увидел своими глазами, что такое зимняя рыбалка. Что ты синишь? Какая-то синяки. Замерзли. У меня всегда зимой тенистой синеет. Ну что, ты заразился зимней рыбалкой? Ну, надо еще пару раз гонять. Чтобы точно поймать. Сделать выводы. Первая лужа Савина идет. А за ним вторая лужа. А, лебяшка. Ну, лебяшка больше, да? Угу. Да, по-другому. Я понял. И все, я пришел. Закидываю. Бах! Удар такой. Думал, что за херня. Достаю, крючка нет. Перевязываю, закидываю. Я так вот раз пять, наверное, закинул. На шестой разголовлик. Грамм. Ну, 300 может. Бахнул. Ну, вот. А на следующий день поехал уже подготовленный. Хе-хе-хе-хе. И муавил, да? Да. Ну, я у него не фотку скидывал. Свою обнаженную. Хе-хе-хе-хе. В отношении к рыбалке. Хе-хе-хе. Всем не надо рассказывать. День уже приближается к концу. Солнце идет к закату. И уже и сил мало. Сейчас флаг какой-то выстрелил. Где он, Олег? А, да-да. Это мой, да? Да. Короче, выстрелил флаг у меня. Уже на той лунке, на которой уже клевало, естественно. И уже с трудом мы идем до туда. Где там, где она клюну размотала. Смотри-ка, на том же месте, блин. Вновь хоть загорелась. Что-то нет на тяга. Туда увела. Блин. Бросила. О! Ух! О! Есть! Есть, ребята! Ух! Хорошая вроде. Ого! Ух! Традиционные взяли. Ну как, хорошая. Стандартный размерчик сегодняшний. Вот такая вот штучка попалась. Уже какая по счету? Напишите в комментариях какая-то щука. Я, блин, сбился. Дай. Дай. Ну так. Полуторка. У меня кину тоже сработка. Размотки нет. Ну, я думаю, можно уже проверять. Что-то надо. Ничего. Ничего. День подходит к концу, господа. Вот, собственно, улов. Тут килограмм десять объективно есть. Сейчас все это. Мешок. Ну и самая трофейная за сегодня. Вот такая. Блин, даже ее тяжело на вытянутой руке держать. Вот эта щука. Ну вот, сегодня первый лед себя показал уже лучше, чем в прошлый раз. Блин, забыл сколько щук. Сколько тут было. Штук шесть-семь. Обещают морозы на носу. Минус двадцать четыре. Уж в такую погоду не знаю, стоит ли выезжать на зимнюю рыбалку. А с вас, господа, подписчики, обязательно комментарий. Палец вверх. Вам привет от трех лиц. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Такая вот у нас дружная получилась рыбалка. С Никитом и с Яновским. Рыбалка компанией. Массовая, можно сказать. Чудесная погода. Народу было, на самом деле, не сказать, что здесь много. Так где-то вдалеке были какие-то рыбаки, у которых ничего не ловилось. Вот только мужик, которого мы вытаскивали на RAV4, вот он тоже поймал, но там три штуки. Поменьше все равно. И он с ночи здесь тоже вместе с нами торчал. Прибавилось в полку увлеченных зимней рыбалкой. Вот сегодня мы с вами приобщили Яновского к зимней рыбалке, который побывал на ней впервые. До ночи здесьERа. Девушки в команде, кабачки к зимой, а сейчас смотрите под скоп cigarettes по шepту и у parameter toe. Как бы educate хотя и белый есть берег, двигаются слаб roadmap о том, но увеличить лучшая кое-то ш tänker.